Эта война за обладание герцогствами, Шлезвигом и Гольштейном, между Пруссией и Данией, эти курфюршества находились под датским управлением, которое хотело присоединить прусское королевство, из-за наличия там немецкоязычного населения. Сейчас же я детально вам поведаю о этой войне, а сначала мы начнем с причины и окончательного повода, приведшего к войне. Поехали! Повод к войне Война была вызвана недовольством немецкоязычного населения Шлезвиг-Гольштейна ассимиляционной политикой Копенгагена. 20 января 1848 года умер король датский Кристиан XV. 28 января новый король Фредерик VII издал общую конституцию для всего государства. Элиты Шлезвига и Гольштейна выставили требования, чтобы Шлезвиг и Гольштейн получили общее устройство и чтобы Шлезвиг был принят в Германский союз. Требования, конечно, были отвергнуты королем Дании. Из-за этого население герцогство восстало. 23 марта в Киле образовалось временное правительство с Фридрихом Августенбургским во главе. Вскоре Ренцбург попал в руки восставших. Временное правительство обратилось за помощью к Пруссии. Ее руководство стало на сторону герцогства. Тогда Пруссия предложила Дании свое посредничество в примирении Дании и герцогства, но Дания отклонила его, и началась Датско-Прусская война. Начало войны Армию восставших возглавил герцог Фридрих Августенбургский. Его войско поначалу имело небольшой успех, и к 5 апреля восставшие воины взяли Ренцбург и Флэнсбург. Между тем, во Франкфурте было решено принять Шлезвик в Германский союз, признать Кильское временное правительство и поручить Пруссии главное командование в войне. Германский союз начал осуществлять крупные военные поставки ополченцам, а также ввел в Шлезвик Гольштайн одну прусскую и одну союзную дивизию, а также 10 корпусов добровольцев. Датские войска под командованием генерала Хедемана нанесли поражение армии восставших герцог с 9 апреля и отбросили противников за реку Эйдер. Прусское правительство, преследовавшее планы объединения Германии под эгидой Пруссии, стремилось использовать национально-освободительное движение в Шлезвиге и Гольштайна, а также путем войны с Данией предотвратить развитие революции в Германии. В начале апреля без объявления войны на территории Шлезвига и Гольштайна вступили прусские и саксонно-ганноверские войска во главе с генерал-лейтенантом Врангелем Фридрих Генрих Эрнстфон Врангелем. Численность солдат составила 23 тысячи человек, 10 тысяч саксонских, ганноверских и шлезвиг-гольштейнских и 13 тысяч прусских. 23 апреля Врангель начал наступление против датчан и нанес им поражение в Шлезвиге. Датская армия отступала частями на остров Альц, оставив против острова Альц одну дивизию, генерал Врангель продолжил наступление и занял Фредериссию, а 3 мая и часть полуострова Ютландии. Все великие державы Европы были на стороне Дании. Датский полковник Пальмерстон старался восстановить мир и предложил Берлину договоренность, по которой он требовал очищения Ютландии от пруссаков. Растянутость коммуникаций союзной армии, господство датского флота на море и подготовка шведского вспомогательного корпуса в Мяльмё заставила Врангеля к 25 мая очистить Ютландию. Пользуясь этим, датчане перевезли морем часть войск с острова Альц в Ютландию и 2 июня заняли желаемые рубежи. Датчане вторглись в Шлезвиг. Ответное нападение Врангеля 5 июня на датчан при Нюбеле и Сатерупе оказалось неудачным, но пруссаки смогли одержать победу при Гадерслебене и вновь занять Шлезвиг. Но всё это не имело весомого значения на театре боевых действий, ведь на море датский флот доминировал, датчане причиняли германской торговле огромные убытки, блокировав прусские гавани. А в июле 1848 года в датские воды прибыла русская эскадра с целью демонстрации против Пруссии. И казалось бы, это должно было быть поводом для окончания войны. Но не тут-то было, дорогие друзья. Смотрим дальше. Компания 1849 года В следующем году военные действия возобновились. В герцогство вступили имперские отряды, выставленные отдельными немецкими государствами. Прусские войска возглавил генерал Эдуард фон Бонин. К этому времени численность войск пруссаков увеличилась до 15 тысяч, а войск Германского союза – до 40. 24 марта 1849 года главнокомандующим союзными войсками однозначен генерал Притвиц. Но и датчане не отставали в этом плане и также пополнили свою армию до 30 тысяч человек. Главнокомандующим датскими войсками назначен генерал Фредерик Бюлов. 3 апреля 1849 года Бюлов начал наступление в Шлезвик, но потерпел поражение в битве у Коллинга. Война стала набирать обороты и на море. Пруссакам осуществить задуманное – нападение на Альзен оказалось невозможным вследствие угроз России и Англии. Однако все-таки немцы победили одну эскадру Дании 5 апреля. Датчане отошли к Фредериссии. Генерал армии Пруссии Бонин осадил город на три месяца. И 6 июля датчане разбили там пруссаков, предприняв оперативную вылазку. Бонин получил приказание притвица сосредоточить свой корпус у Коллинга для вторжения в Ютландию. Но его неудача после попытки нападения, а также опасение Пруссии быть втянутой в большую, полномасштабную войну, привели к отмене наступления и заключению нового перемирия аж на 6 месяцев. 10 июля Пруссия подписала в Берлине предварительные условия мира. Шлезвик получил особое управление. Один из членов руководства назначался Пруссией, другой Данией и один Англией в качестве посредника. Гольштейн остался за Данией, оставаясь членом Германского Союза. По итогам перемирия войска Германского Союза и Пруссии были выведены из герцогства. События 1850 года 10 апреля 1850 года бывший прусский генерал-лейтенант Карл Вильгельм Виллизен возглавил войска Шлезвик-Гольштейна. Россия снова послала эскадру в датские воды на всякие пожарные. 2 июля 1850 года в Берлине был подписан мирный договор, по которому Дания сохранила довоенные границы. Итоги войны В 1851 году Шлезвик-Гольштинское войско было распущено. Устройство 15 марта 1848 года устранено. Назначено новое правительство. Допущено разделение герцогств. Наследование во всем датском государстве признано за христианом Глюксбургским. Такой исход войны был санкционирован на Лондонской конференции 1852 года. Англия, Россия и Франция обязались сохранить неприкосновенность датской монархии. Потери Дания при населении 1 миллион 400 тысяч человек имела 30 тысяч воинов, из которых 2678 человек были убиты, 6199 солдат было ранено. Пруссия при населении в 16 миллионов человек задействовала 35 тысяч солдат, из которых 2404 человека было убито. Информации по раненым и по войску Германского союза я не нашел. Ну а напоследок рекомендую вам посетить канал Александра Джувмана. Здесь вы увидите видео об истории в фотографиях. Парень демонстрирует разные исторические снимки и небольшой подписью снизу описывает кадр, изображенный на фотографии. Если вам хотелось бы узнать, где и в каких ситуациях люди использовали камеру, дабы запечатлеть какой-нибудь эпохальный кадр, то заглядывайте в описание и переходите на канал Александра Джувмана. Субтитры делал DimaTorzok